Я очень рада, что вы пришли, я очень благодарна вам, что наконец-то встретилась с вами, уже давно слушаю ваши лекции, больше 7 лет. У меня вопрос больше о моем подростке. Можно ли задавать про нее вопрос, потому что у меня только есть вопрос? Нет, если она не слушает мои лекции и не делает рекомендации, то я ей помочь не могу. Ну, я хотела бы просто узнать, она настраивается на то, что она не может построить свою личную жизнь и задумываться над тем, может быть, ей уйти как-то. Я не знаю, это она решает. Вот я хотела спросить, как мне можно... Ну, в монахине нормально вообще пожить в монастыре, поучиться молитве, духовной практике. Это хорошая практика в целом. Оставаться там на всю жизнь или нет, это решает человек сам. Он может пойти, побыть, потом уйти. Никто не может его принудительно заставить там оставаться, правильно? Человек же пожил, допустим, он не хочет, он не живет. Кто из вас пожил в монастыре? Есть такие люди? Кто вот у вас пожил в монастыре и потом закончился? Есть такие? Знаете, очень хороший опыт. Человек реально... А? Две недели жила. Классно же. На всю жизнь запомнила вот это ощущение. А как можно, может быть, помочь, помимо молитвы? Мне очень хотелось бы, чтобы она как-то с вашим лекцией, я общалась, она по психологу больше. Мне что с этим делать? Потому что я понимаю, что она моя подружка. Мне хочется ей тоже что-то, ну, помочь ей чем-то, да? Ну, чем я могу ее помочь? Потому что там действительно все было, все было. А взорваться на всех, ну, тоже не получается. Фотографии есть? Да. Давайте посмотрим. Как она в монастыре собралась? Она же непослушная. Минструктивая. Там ее быстро приструят. Вот. Не, не, она не сможет в монастыре. Вот. И жизни у нее не получается складывать. Отношения не идут. И туда тоже. Жена вроде бы ходит по монастырям, но вообще летом она прям по всем монастырям весела. Почему вот такой вот отдых был, она по всем монастырям, все остальное весело. Но... Она в прошлой жизни была отреченным человеком. И в конце жизни там кого-то влюбилась. Садитесь. Влюбленность означает соединение с человеком. Если человек кого-то любит, он в следующей жизни таким же становится. Она была мужчина, в прошлую жизнь занималась духовной практикой, любилась девушку и такой и стала, как она. В следующей жизни девушка родилась. Но склонны к отречению. Оставьте ее в покое. Пускай живет, как она может. Бог уже позаботился о ней. Она будет по монастырям ездить, пытаться там оставаться. Вот. Потом познакомится с одним священником. И будут вместе жить. Передайте ей это. Олег Магинович, спасибо вам за вашу лекцию. Очень меня обновляет на спецы. И в том году я для себя решила, что, наверное, мне уже пора идти к психиатру. Очень плохое у меня было состояние. Тревожность очень сильная. Доктор говорит, вы знаете, у меня вот, как бы из меня вот крокодильчики вот так вот вылетают. И летят вот так. Вылетают и летят. Он говорит, а что вы на меня-то ехали все? Только нечьтесь. Решила провести такой эксперимент. Довериться вашим рекомендациям. В течение года выполняла. Научилась бегать на все пять слоев. А статику? Статику на... Вода? Воду боюсь жутко. И вот в этом проблема. А вот это самое главное. Потому что у вас динамика прочищена, блоков статических нет. А общее статическое напряжение очень сильное. Есть такое правило, где я боюсь, там и засада. Общее статическое напряжение, энергии воды в организме не хватает. Означает сильная ранимость, чувствительность, непереносимость вот такого. 28 градусов, 70 минут. Можно начинать нести с холодной воды. Вот как моя образия, вот злость... Это нехватка энергии воды. Ну, ты молодец. Видите, как мы легко решили. Она все делает. Сейчас будет привыкать к воде. Вот врачи советуют привыкать к земле, а я советую привыкать к воде. Привыкнете к воде, все, станет легче, спокойствие приедете. Наполнитесь энергией воды. Давайте вот эта женщина, которая с ума сходила, чтобы я вопрос задал. Сейчас вы поймете, почему я ей не спрашиваю. Садитесь. Спасибо вам за ваши советы, за вашу энергетику, которую вы передаете. Очень помогло мне в прошлый раз. Я очень благодарна вам. Я, в принципе, могу и границы выстраивать, но у меня, как бы, обратная ситуация, я обидчивая, искусственная. Хотя я вот практикой занимаюсь, я преподаватель йоги, но вот у меня... Вот это вот мне мешает, и практике мешает, и вообще мешает. Вот представьте, человек убыарился головой об стену и забыл, что надо кушать. Две недели не кушал. Пришел к психологу. Говорит, у меня слабость какая-то, не могу работать. Настроение плохое, руки трястись начали. Он говорит, вам надо успокоиться. Надо спокойнее, вот как-то, вот так. Я люблю работать. Вот так себе говорю. Я люблю работать, я так успокоен. И все классно. Ля-ля-ля-ля-ля. Ладно. Он так начал делать, приходит второй раз в психологу. Тот говорит, как? Он говорит, так вроде бы получше. Получше, но руки трясутся сильнее. И худеют что-то. Говорит, ну видите, уже помогает. Надо теперь дальше пытаться еще сильнее, стараться, спокойнее. А что человеку нужно сделать вообще? Пожигать. Пожигать, и все, ему легче станет. Так? Мои дорогие друзья, попытайтесь понять такую вещь, что в современной культуре не проблема в отношениях. Нам не хватает энергии. Мы нарушили естественный ход жизни. Мы не бываем на улице, не бываем на солнце, не бываем в лесу, не знаем, зачем нам это надо. Мы все сидим по домам в искусственной среде, которую человек создал. И тело, психическое тело, которое питается энергией ветра, воды и солнца, перестало ими питаться. Психическое тело голодает. У нас нет знания, что его надо насыщать. Оно голодает, понимаете? И, кстати, у человека появляется гнидливость, раздражительность. Это нехватка энергии воды. Понимаете? У меня все в порядке. Я люблю воду, прям хорошую. Ну, что значит, люблю воду? Вот сколько вы в воде находите, сколько градусов, сколько минут? Сейчас, конечно, зимой мало. Вот так вот, при этом, да, плавно. Ну, сколько вы плаваете? Вот вы залезли, сошли в воду, и сколько вы там плаваете? Как часто? Ну, как по погоде, по температуре. А? По погоде, по температуре. Видите, а надо, вот вы, вот, допустим, мне говорите, Олег, иначе я вот люблю покушать. Иногда я ем. По погоде, по температуре. Когда все нормально, я ем. Иногда нет, сейчас не ем, потому что не нормально. Это нормальный ответ или нет? Потому что есть надо каждый день, да? Вот точно так же человек регулярно, по графику, должен взаимодействовать с водой. И он должен там находиться столько времени, сколько надо, чтобы все психическое тело насытилось. Вот, допустим, если 28 градусов, надо 70 минут находиться, хотя бы раз в неделю, чтобы энергия воды насыщала тело. Конечно, можно быстрее все это сделать, но надо тогда сидеть в другой воде. Вот, допустим, мы вчера после поездки зашли в воду, там, 7 градусов, и сидели там где-то 8,5-9 минут. И за это время все психическое тело очистилось. Но в 7 градусов не каждый человек может зайти. Это уже ледяная вода. А до этого в Чебоксарах я сидел в 0,8 градусов. На улице прям прорубь. Вот, и понадобилось всего 4,5 минуты, чтобы очистить все психическое тело. Быстро очищается. Такое время. Но если ты это сделал, то спокойствие железное наступает. Вообще ничего не беспокоит. Вам не хватает энергии воды. У вас сейчас идет плохой период, связанный с энергией воды. Он начался полтора года назад. И он создал блоки определенные в организме. Нужно по графику контактировать с водой. У нас есть на сайте www.rtsunov.ru в разделе материалы методичка по ЗОЖ. Там описывается, как питаться энергией природы, питать психическое тело. И если человек этого не делает, он не может рассчитывать на нормальные отношения, на нормальную жизнь, на здоровье и на все прочее. Потому что для этого нужна энергия природы. Если нет энергии природы, не хватает в организме, значит не будет нормальной жизни. Поднимите руку, кто по методичке все делает. Там статику, динамику, вода. Два человека, что ли, все остальные что делают? Качество жизни изменилось у вас? Почувствовали, лучше стало, хорошо? Видите, вот об этом речь идет. Надо учиться правильно жить. Понятно? Надо вылазить из комфортабельной квартиры, учиться ходить на природе. Иначе вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Понятно? А полезность и травма? А? А полезность и травма для воды? Это не помогает для очищения тела. Надо сидеть долго в воде, потому что вот только залез, начинает психическое тело из пяти слоев состоит. Только залез, первый слой начал чиститься. В ледяной воде побыл. Ну, допустим, ты в прорубь залез, сколько это? Брык-брык. Там, сколько это? Ну, 20 секунд. Надо 50 секунд, чтобы полностью один слой очистился. А еще 4 же есть. Это еще 50 секунд, потом еще 50 секунд, потом еще 50 секунд, потом еще 50 секунд. 5 слоев. Ну, а сколько там в градусах в бассейне? 27. 65 минут надо. Ну, а если холодно? Холодно, значит, там блоки. А, значит, продолжают. Продолжают, да. Что еще делать? Нет, полезно обливаться. Если вы делаете все это, то можете, да, обливаться. Это называется тонизирующая практика. Да, вы тонизируете себя просто. Ледяной водой так, раз, и у вас, ну, тонус появился. На гвоздях, кстати, это тоже тонизирующая практика. Это не омоложение, это просто тонус. А вот когда в воде человек находится длительное движение, то он очищает себе психическое тело от блоков. Эти блоки разрушают нормальную работу психики, здоровье, потом страдают, отношения. Все от нехватки энергии все это идет. Люди, раздражительность означает гневливость, обидчивость, нехватка энергии воды. Если холод в отношениях, нет контакта, нет воли, человек ленивый, сил нет, воли нет, нехватка энергии праны, воздуха. Если постоянно негатив, как бы, все равно, значит, не хватает энергии солнца. Энергии солнца не обязательно ехать на юг. Энергия солнца, она тонкую природу имеет. И она всасывается у человека благодаря посту, например, или очень радостному настроению, позитивному настроению. Понятно? Да, с головой. Ноги высовываешь вверх, вот так вот, с головой. Пять минут? Пять минут. Можно, я иногда так делаю, я нос только оставляю иногда один. У меня нос большой, у вас меньше, просто нос такой большой. Нос оставляю и решу вот так, с головой. Можно. Можно по грудь вот так вот, тоже хорошо. Можно трубочку специальную купить, тогда можно вообще под водой сидеть. Там у нас на сайте Терсонов.ру в разделе материалы есть расчет времени аскез такой, интересная разработка такая. Там можно выставить, у меня, допустим, 25 градусов. Сколько мне надо на пять слоев, чтобы сидеть. Там потом следующую шкалу двигаешь по времени, и там циферки меняются. И можно вот так двигаешь, двигаешь, движешься, и увидишь, что примерно там получится где-то 50 минут 25 градусов. Ну, примерно так, чтобы очистить пять слоев. И то, сколько идти, вот на пять, допустим, я иду с такой скоростью, у меня столько часов прошло, столько времени, и такое расстояние. И выставляет таблица, сколько ты слоев очистил. Классно же? Все для вас вот делайте, очищайте свой организм. Методически показано, что сначала надо делать, что потом, чтобы никакого вреда организму не нанести. Все есть. Если у вас индивидуальная ситуация какая-то, допустим, геморрой уже как бы до колена дошел, можно ходить или нет. Вот. Тогда у нас есть консультанты. Можно консультацию взять по ЗОЖ, вам в литер-оздоровительном центре, и он вам расскажет, как в вашей индивидуальной ситуации делать практики, чтобы не заболеть. Если кому-то прямо сильно уж очень хочется, то я такую услугу предоставляю. Я прямо диагностирую психические слои, определяю, где блоки. Вот у каждого человека рисую карту прямо. В эту карту будете видеть своих блоков. Вот. Это уже дорого стоит. Но это необязательно. Вы можете и так все очищать, даже не видя. Вы сами поймете, где блоки. Вот вы стоите, допустим, 13 минут один слой очищается. Вы стоите, вам плохо стало, такой отек пошел, текет такой. Он раз прошло. Можете посмотреть, если на 14-й минуте пошло, значит у вас на втором слое блок. На 20-й тоже на втором слое. А на 26-й, после 26-й уже третий слой идет. Потом с 26-й по 39-й, четвертый, третий слой. Потом с 39-й по 52-й, четвертый. С 52-й по 65-й, пятый слой. Вы можете определять, на каком слое вас начинает глючить. Там и блок. Если вы начали, стоите, начало глючить и не прекратилось, значит блок не пробился. Можно присесть чуть-чуть на 20 секунд, опять встать. И нагрузка, тогда очищение будет слабее. В целом, методически все написано, более-менее читайте, изучайте, и очищайте свое психическое тело, физическое тело, укрепляйте свои отношения таким образом. Человек, когда он очищает свое психическое тело, у него отношения сразу на 50% лучше становятся. Это сразу прям. Без лекций, без всего. Потому что, когда есть энергия, легче жить, легче отношения строить. Все классно. Видите, как немного надо. Чуть маленькая щелочка, и все, да? Видите, воздух во всем зале. Классно же? Да. Это организация жизни, это целая наука, как сделать так, чтобы люди не страдали. Ладно, мои хорошие. Я начинаю лекцию тогда. Мы вчера говорили с вами о том, что надо понять, как движется любовь. Как бы мы ни приближались, ни отдалялись к близкому человеку, если мы не понимаем, что любовь, она не любит никаких выяснений отношений. Она любит только принятие человека, доброе отношение к нему. И самое главное — уважение. Вот женщину уважаешь, это очень нежно, ласково с ней говорить. Вот женщина, она, если нежно, ласково говорить, у нее включается разум. А у женщины разум соткан из чистоты. Мужчина из силы разум соткан, а у женщины из чистоты. Женщина или девочка все сразу понимает, если к ней по-доброму относиться. Она все поймет сразу и вообще легко все понять. И она не только поймет, а еще и вдохновится делать, если по-доброму. Это самое главное. У мужчины разум состоит из силы, и самое главное — эту силу не будоражить. Не надо включать в нем петуха. А если вы вот так вот смиренно, да, и очень смиренно ему что-то говорите, он даже захочет вас понять. Он применит свою силу, чтобы разобраться, понять, потому что ему очень нравится, когда к нему относятся уважительно. Уважительно означает согласиться с его волей. Вот женщина что навязывает? Мужчине. Что-то навязывает женщину мужчине? Свою мысль. Нет. Что она навязывает мужчине? Навязывает свои желания и свою красоту. Она говорит, смотри, какая я красивая. Если, ну, такой игнор такой. Она думает, блин, неужели он меня не видит вообще? Она берет, противогаз одевает, такая, он с работы приходит, говорит, как я тебе сегодня? Он такой смотрит, что, брови выщипала, что ли? Я думаю, блин, вообще он меня не видит. Какой смысл жить? Женщина, она навязывает красоту, да, свою, показывает красоту. Ее надо оценивать, или нет? Вот если, допустим, вы показываете свою красоту, а человек не оценивает, как вы, женщины, ну, к нему относитесь. Обижаемся, то есть, ты что, придурок, что ли? Я тебе улыбаюсь, и все остальное, говорю, так или нет? Мне нравится же, да? Ты улыбаешься, накрасила специально, вот вся такая красивая, и он такой, что, брови высчитал? Ничего не видит вообще, как в противогазе. Ну, то есть, мужчины, если вы видите, вы или не видите, надо очень удивляться своей жене всегда. Вот увидел жену так раз, удивился. Видите, все девушки сразу, я им не удивлялся лично, но они все обрадовались. Почему? Им понравилась идея. Да? Классно же, если муж всегда вам будет удивляться. Вот он видел, класс такой. Так? Классно же? Да. Теперь вот мужчинам тоже классно, когда жена его видит, это как раз, оценила его, его волю оценила, как раз, волю оценила его. Он говорит, чив ли я? Она говорит, чив ты, чив, чив. Вот и помните, про воробьиху. Она в конечном счете сама кошку победила, вот. А он чив. Чив, это с английского перевод с начальника. Такой, с намеком мультик. Он, чив ли я, чив ли я? Она, чив ты, чив, чив. Значит, начальник. Ну и каждый мужчина приходит домой постоянно, чив ли я, чив ли я, чив ли я. Спрашивает жену себе, я начальник или нет? Она должна говорить, да, да, начальник, начальник. Все. Так надо с мужчиной вести. Так, как себя ведут, вот так вот, как я говорю, чив, да, чив ты, чив. Как ведут себя так, какие женщины? Разумные. Разумные. А дуры как себя ведут? Спорят. О, мужчина, спойлер, спойлер голосит. Реализованный опыт такой, Олег Геннадьевич. Ну, глупо. Не уважать друг друга глупо. Зачем тогда жить вместе? Какой смысл вообще? Зря просто кровь друг другу пить. Силы. Тратить зря человечески. Надо уважать. А вы скажете, а что это? Это наигранно. Вы скажете, это наигранно. Да, вот я об этом вам всю лекцию говорю, что надо наигранно относиться к себе. Не надо делать умный вид, когда вы с любовью имеете дело. Раз удивили, что нет. Наигранно надо. Любовь любит атмосферу лёгкую, шутки, смеха и обмана. Обмана, приносящего счастье близкому человеку. Я, допустим, подхожу к жене, говорю, прости меня. Она мне говорит, а ты на лекциях говоришь, что ты не чувствуешь, что ты виноват, когда просишь прощения. Мне подружки передали. Я говорю, а сейчас чувствую. А сам ничего не чувствую. Я вру. Я говорю, я сейчас чувствую, что я виноват. Смотрю на неё. Она такая смотрит. Врёшь? Я говорю, нет, вот истинную правду тебе твою. Прямо говорю честным голосом. Вот. Она говорит, ну ладно, прощаю. Можно вровать? Почти, да. Что женщина не может сразу простить. Ей нужно время. И она мне не врёт. Она говорит, я тебя прощу чуть попозже, она сказала. Я ладно, подхожу попозже. Она такая улыбается, обнимает. И говорит мне, вот почему она обиделась. Я раз и понял. Вот если бы я не извинился, я бы не понял. На своём бы настаивала. Так я понял. Классно? Врать на благо близкому человеку. Это любовь называется. Вот допустим, вы говорите девушке, своей жене говорите, ты такая вообще очаровательная. Я таких вообще не встречал. Это правда или нет? Нет. Нет. Ну классно же. Нет. Кто сказал нет? А что вам надо? Зачем он? Я говорю. А? Зачем брать? Зачем брать? Идите сюда. Я вот таких девушек, таких прямолинейных, честных таких, вообще в жизни не встречал. Спасибо. Давайте. А не, не. Я смотрела с карминкой. Вот, какая хорошая. Всё, счастье. Так, теперь микрофончик девушке. Сейчас она проживёт. Непонятно, зачем брать. Скажите, пожалуйста, я вам набрал или нет? Что именно? Ну, то, что я сказал. Да. Вам понравилось? Частично да, частично нет. А что не понравилось? Просто я понимаю, что это неправда. Значит, я... Ну, это лесть. Это называется лесть. Лесть, вы думаете? Что, то есть я противно себя повёл такой, листил вам, да? Нейтрально. Я нейтрально повёл, вы считаете? Я по-доброму к вам отнес. Ну, это правильно. Ко всем людям нужно относиться по-доброму. О, моя хорошая. У вас проблемы. У вас проблемы. Видите, это опасно. Не заметила любви девушка. Не оценила то, что я сделал. Это опасно. Поэтому, мои хорошие, надо учиться понимать, как движется энергия любви. Если вы не понимаете, дальше всё будет разрушено. Если вы хотите, чтобы вам, как к вам, как к Богу относились, этого не получится. Потому что самые истинные и возвышенные чувства человек может испытать только к Богу. А к человеку не сможет таких чувств испытать. Но если человек старается и делает приятно, то надо быть очень благодарным ему. Понимаете? Вот это вот, когда человек старается и он говорит добрые слова, это не является лестью, неправдой. Это означает, что вы не доверяете людям просто. Но какое основание есть мне не доверять? То есть я всю жизнь отдаю людям и лишён и покоя, и отдыха. Я жену вижу в году только 70-80 дней. Остальное время я езжу и живу для вас. Вот какое основание у вас есть мне не доверять, скажите. Я отдаю вам свою жизнь. Видите, у вас нет оснований, но вы почему-то это делаете. Это означает, что вы имеете какое-то неправильное представление об отношениях. И оно идёт из глубины вашей судьбы. То есть вам надо с этим бороться. Я не буду в подробности говорить сейчас о вашей судьбе, личной жизни. Но то, что происходит, это результат вашего понимания. Вам надо убрать из своего сознания вот эти вещи. Потому что иначе никто с вами жить не сможет. Будете обижать людей на ровном месте просто. Понятно? И так, мои хорошие, любовь живёт в атмосфере лёгкой шутки, направленной на счастье близкого человека. Враньё на благо и счастье близкого человека. Это враньё не является враньём-то как таковым. Я вам сейчас объясню. Вот если, допустим, я девушке сказал, что она очень искренняя, честная. В этом нет никакого вранья, потому что душа такая по своей природе. А это качество у неё высвечивается через неё. Оно существует, это качество у неё. Она искренне говорит то, что она думает. Но в этом во всём, в искренности проследилось также недоверие к людям в целом. Этому есть причина. Никогда без причин ничего не происходит в жизни. И поэтому не надо никого никогда обвинять. Вот девушка, она была очень искренняя и честная. В прошлой жизни. И в момент смерти её обманули люди. И коварно, то есть она насильственной смертью погибла в прошлой жизни. Коварно, насильственно воспользовались её искренностью и убили. И сейчас, в этот момент, когда она заново родилась, она уже не может доверять людям, потому что это страшно. Ей страшно доверять, потому что это приводит к смерти. Очень страшно доверять людям. И этот страх остался, его надо побеждать, преодолевать в жизни. Иначе будет одиночество. Невозможно будет. Без доверия нет любви. Но если я, допустим, шучу, и я хочу, чтобы вы были счастливы, в чём здесь коварство и зло, скажите? Есть? Нет? Вы, допустим, приходите к царю и говорите, вот раньше такая культура была, вы приходите к нему и говорите, о, великий, ты даёшь возможность жить этой стране в мире без войны и так далее. Ну, вы прославляете правителя. Вы вот реально прямо вот так глубоко понимаете, это искренне вот так вот, ну, относитесь к этому, реально вот вы всё это осознали. А сколько человек усилий прилагает, чтобы сохранить мир там и так далее. Вы это понимаете? Нет. Нет. Но если вы такие вещи говорите, это о чём говорит? Об уважении. Об уважении. Точно так же девушке, допустим, вы реально понимаете её красоту? Вряд ли. Ну-ка, если вы говорите ей вот так, это означает, что вы её уважаете. И с уважением начинается любовь. Она не начинается с правды. Потому что для того, чтобы правдиво относиться к человеку, для этого нужны годы. Вот если годы прожить с человеком, тогда ты очень глубоко его поймёшь в сердце. И тогда ты можешь очень по-настоящему ему говорить. Настоящие слова уже. А до этого ты просто стараешься ему сделать приятное. Вот я старался вам сделать приятное. Но когда вы оценку свою дали этому старанию, мне стало неприятно. Но я вам неприятно не делал. Видите, это опасно. Такие вещи очень опасны. Поэтому любовь живёт только в атмосфере лёгкой. В ней не нужна правда. В ней нужно только сделать человеку приятным. И всё. Больше ничего от вас не требуется. Но если вы хотите правды в любви, тогда ваша семья будет разрушена. Вот, допустим, приведу пример. Один молодой человек рассказал мне, как он развалил свою семью. Он начал допытываться у своей жены правду, как она чувствовала себя в интимных отношениях с бывшим мужем. Женщина наивная, она взяла, начала рассказывать. Результат какой? Нет, он начал её об этом обвинять. Она плакала и рыдала просто как это. И потеряла всякий интерес к этому человеку. Она потеряла к нему любовь, потому что он её обвинял за то, что было в прошлом. За то, в чём она не виновата. Она же с ним ещё не была знакома в это время. Почему она должна была ему быть верна? Каких пелёнок? Ещё с утробы матери она должна быть. В утробе она должна была уже верна ему. Всё, скучно. И уже верна. Он разрушил свою семью, потому что она потом чувствовала сильную несправедливость по отношению к себе. И она не смогла избавиться от этого чувства и просто ушла от него, и всё. Почему так получилось? В чём глубокая причина? Вместо того, чтобы человеку дарить счастье, человек начал добиваться от него искренности и верности бесконечной. Бесконечную верность мы можем проявлять только к Богу. А другому близкому человеку надо просто служить, помогать ему жить. В этом заключается любовь к человеку. Она божественную природу имеет, но люди несовершенны. Как божественно любить несовершенство? Надо видеть в нём чистое и стараться не замечать грязное. У женщины есть божественное качество. Это Бог подарил женщине. Знаете об этом? Вот мужчина... Вот представьте, вы приходите в квартиру кому-то, говорят, у тебя квартира просто шикарная. Он говорит, а что тебе понравилось в моей квартире? Ты говоришь, мне понравился вот этот предмет. Ещё что? Вот это понравилось. Вот это, вот это, вот это, вот это. А ещё что? Всё. Он говорит, это всё не моё, это всё подарки. Понятно? Вот когда мы смотрим на девушку, и нам много чего нравится в ней, но это всё не её, это всё подарки. Эти подарки все для любви Богом даны нам. Когда вы на мужчину смотрите, вам много чего нравится. Это всё не его, это всё подарки. У мужчины есть божественные качества. Какие? Смелость, терпение, щедрость, самоконтроль, рассудительность, способность побеждать судьбу, преодолевать трудности, сила воли, способность достигать цели и так далее. Божественные качества мужские, которые женщины привлекают. И если у мужчины нет, не хватает этих божественных качеств, она бунтует, топает ногами. Говорит, ты скупой, ты скупой. У женщины есть божественные качества? Красота. Красота. Доброта. Нежность. Скромность. Стремление к чистоте. Божественные качества женщины. Верность. Доброта. Сострадание. Божественные качества женщины. Которые Бог ей подарил. У женщины есть человеческие качества? Какие? Жадность. Обидчивость. Обидчивость. Ранимость. Привязанность к вещам. Обидчивость. Беспокойный ум. Беспокойство. Лень. Слабая боль. Пугливость. Человеческие и женские качества. Естественные. У мужчины есть человеческие качества? Какие? Грубость. Грубость. Похотливость. Неряшливость. Гневливость. Гневливость. Упертость. На своем. Я знаю лучше. Мужчина так считает. Теперь у меня вопрос к женщинам. Кому из вас нравятся человеческие качества мужчины? Упертость. Неряшливость. Похотливость. Может нравятся. Я не знаю. Кому нравятся человеческие качества? Вам нравятся? Мужчина. Кому из вас человеческие качества? Женщине нравятся? Мои хорошие. Вам в квартире нравится все чужое. То, что подарено. Ни свое. Ни человеческое. Подарки вам нравятся в этой квартире. Понимаете? Поэтому искренности полной быть не может. Мы на этих подарках строим свои отношения. Понимаете? Поэтому не может быть полной искренности. Вы не можете от человека ждать, что он станет Богом. У него есть человеческие качества, естественные. А то, что ему Бог подарил, для того, чтобы мы любили друг друга, вот это и надо ценить. А подарки не могут быть совершенствованы. Допустим, мужчина может быть абсолютно бесстрашным или нет. А женщине как хочется, чтобы был. Мужчина может быть абсолютно щедрым. А женщине как хочется, чтобы был. Женщина может быть абсолютно нежной, ласковой. Заботливой абсолютно может быть. А мужчине хочется, чтобы была. Например, он ей говорит, ну вот скажи честно, ты любишь готовить или нет? Вот мне. Она говорит, честно, нет. Или женщина спрашивает мужчину, ты вот скажи честно, ты расписался со мной, а ты хотел вообще расписаться, у тебя было желание? Он такой, ну вообще-то не было. Ааа, ну чем я на него вырвал? Тура, тура, тура. Так? Да. Мы хотим искренних чувств от неискренности в невосуществах. Мы несовершенные в этом мире. Никто из нас несовершенный. И если вы хотите любви, то учитесь ее культивировать с помощью знания. Я вам даю знания, что надо относиться к человеку, воспринимая его божественные качества и хваляя его за это. И надо их подчеркивать самому человеку. Вот если, допустим, уважать мужчину мнение, у меня одна знакомая, я ее встретил, говорю, ну как у тебя мужик-то, твой муж-то как он у тебя? Работать хочет? Вообще, что там происходит? Давно не виделись. Она говорит, Олег Геннадий хочет, хочет работать, старается вообще. И он так благодарна. Я смотрю на нее и думаю, блин, у нее все налаживается в семье. Потому что я вижу, что он работы как не хотел, так и не хочет. Но он старается, потому что она и вдохновляет. Она говорит, да ты молодец-то, ты там гвоздь забил вообще. Я так благодарна тебе. В стене. И он начинает еще один гвоздь. Говорит, а за это благодарна. За это вообще очень благодарна. Она внутри думает, он дурак, блин. Каждый гвоздь забивает и меня подводит, чтобы я его хвалил. А так думает, ой. А снаружи говорит, ой, еще один гвоздь. Если она всерьез это будет делать, она с ума сойдет. Она это делает в шутку. Она с ним играет. А ему очень приятно. Он и третий, и всю квартиру будет в гвоздях. Он будет забивать и забивать гвозди. Почему? Потому что так действует любовь. Любовь нужна этой подпитке. И эта подпитка означает ваше смелое поведение. Если вы не удовлетворены, вот сердце, не удовлетворены, чувствуете неудовлетворенность. Это ваши проблемы, мои дорогие друзья, ваши проблемы. Не надо пытаться от близкого человека добиваться, чтобы вам было хорошо. Вам хорошо должно быть без него. Само, вот вы сами должны быть счастливыми. И тогда у вас все будет в жизни хорошо. Надо счастье брать от природы. А мне это что, песни-то не поставили? Шнурчик, где у нас что? Музыка-то где? Что, не продумали? Где? Организация. Где музыку? Верни мне музыку. Из музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Я прошу тебя простить, как будто птицу в небо отпустить. Я прошу тебя простить, сегодня, раз и навсегда. Простит? Нет. Нет. Она, женщина, не может сразу прощать, немедленно, туго, психика работает. Красиво? Ответила. Вот так это означает любовь. Это сказательная беседа. Я как бы прощу, а вдруг цветы, которые слышали это все в саду, простить не смогут никогда. Класс, может, ответил? А мы умеем так? Мне в ледниковом периодом, в мультике понравился один эпизод, там была слониха и апоссумы, ее сводные братья. И они как бы, они там на ледников лазили и чуть-чуть не умерли, она за них волновалась, когда они к ней прибежали, они такие стоят. И она говорит, ну вы понимаете, ну вы понимаете, что вы могли погибнуть? Они говорят, да. Ну понимаете, что я волновалась? Да. Ну скажите, вот нечестно, почему вы все-таки туда полезли, почему вы все это делали? Вот честно скажите. Честно сказать? Да. Скажите честно. Они такие, просто мы тупые. Это честно. И эта честность позволяет жить дальше. Вот если близкий человек не вырубается, ничего страшного, мои хорошие. Просто мы тупые. И все. Но это меняется, любовь меняет все. Через благодарность. Вот допустим, взять мужчину. Он вот когда знакомится, он правильно себя ведет или нет? Он шутит, легкое поведение такое, да? Цветы дарит. Почему? Он так скажет. Потому что он любит. Вот любовь, она сама по себе делает человека таким. Он становится легким, он ничего не делает, замечаний. Он ведет себя очень легко, по-доброму. Любовь так делает. А потом люди привыкают друг к другу, начинают видеть недостатки друг к другу. И все. И они уже не так себя ведут. Или девушка, она кивает, вот когда парня встречает, она вот так. Делать или нет? Он говорит ей, я летчик. Тебе летчики нравятся? Ну да, мне всегда нравились летчики. Он об этом вообще никогда не думал даже. Но она ему искренне говорит, что всегда нравились летчики. Я обожаю летчиков. Я говорю, блин, мне повезло. Как мне повезло. Я хотел всегда девушку, чтобы она ей нравилась, моя специальность. Потому что я ей живу. Это самая высокая мечта, высота. И я нашел такую девушку, которой нравятся летчики. Он такой счастливый. Ему так хорошо. Он такой ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Она счастливая, ему хорошо очень. А она это сказала просто, чтобы сделать ему приятнее все. Потому что ей нравится этот человек. Все, что он говорит, ей приятно. Ей нравится. Он говорит, да, нравится летчики, очень люблю. Все, что он говорит, ей все нравится. Один священник подошел к своему наставнику и говорит, батюшка, скажите, как мне всегда любить свою жену? Вот никогда не переставать любить. Он говорит, да ты вспомни, как ты к ней относился, когда только ее увидел, познакомились. И вот теперь, что бы она ни вытворяла, как бы себя вела, считай, что это наносное. Ну, не главное в ней. Считай, что это не главное. А главное то, что ты увидел с самого начала. И тогда ты ее всю жизнь будешь любить. И у тебя никогда с ней не будет никаких проблем. Он говорит, ну это же очень сложно так видеть, потому что каждый раз ты удивляешься, что-то новенькое вылазит из близкого человека, думаешь, как ты смог? А я от тебя такого не ожидала. Или не ожидал. И надо возвращаться к тому видению, назад возвращаться. Потому что когда мы любим своих детей, вот они тоже там много чего делают. Но нам не надо возвращаться к тому видению, потому что это видение возвращается само назад, с помощью Бога. Мы думаем, это естественно происходит. Нет, это не естественно. Это Бог фиксирует у женщины сознание на чистоте своего ребенка. Как, чтобы он не вытворял, назад возвращается сознание. И она чувствует, что он очень хороший. Такой замечательный у меня ребенок. Спасибо, что мне Господь и ударил. Понимаете, но если Бог нам помогает, вот на примере ребенка учит нас любить, а мы с ребенком, какие отношения вы строите с ребенком? Серьезные? Кто серьезные строит? Серьезные, вот когда вы... Да, ты двойка молодца, вообще как маха. Кто из вас серьезные строит, поднимите? Если, ведь никто, все боятся. Серьезные. Если вы серьезные строите, значит вы разрушите своего ребенка, свои отношения, все будет уничтожено. Он ребенок двойку получил, надо подойти и сказать, ой, у нас проблема. И он такой... Перешивает за двойку. Вам надо пойти отдохнуть после этого. Потому что вы ждали пятерку, с ним учились полдня, он принес двойку. Во время отдыха посмотреть отрывок из мультика этот. Периодически надо его смотреть. Одна очень фраза такая, очень глубокая. Просто мы тупые. И вы как бы должны это принять. Допустим, муж, допустим, что-то делает, какой-то поступок совершает. И жена думает, неужели ты тупой, ты вообще не понимаешь? И она так, неужели вообще это не понимаешь? И она спрашивает, почему ты этот поступок совершаешь? Он говорит, я просто этого не понимаю, я тупой. Как-то один мужчина скажет. А может, конечно, есть исключения? Да я сейчас шучу же. Я просто, вы как бы удивляетесь человеку. А что удивляться, если так на самом деле? Не надо удивляться, мы вот все тупые здесь, понимаете? Мы не врубаемся. И что теперь умереть? Вот если ребёнок обкакался, и он не понимает, что это плохо, убейте его. Люди не разбираются в отношениях, понимаете? Большинство людей не понимают, как себя вести. Вот если бы вы понимали, вы 90% проблем бы решили сразу. что любовь в лёгкой энергии только движется. А если вам хочется удовлетворения от близкого человека получить, то вам надо понять такую вещь, что Бог свои планы на вашу семью имеет. Он через близкого человека вам несёт вашу тяжёлую судьбу также. И близкий человек не всегда тебе будет благодетелем, он иногда будет тебя наказывать, а иногда счастье тебе приносить. И всё надо, все эти испытания надо переносить честно. Вот Бог тебе дал, раньше, когда под венец люди шли, они плакали, потому что они хотели крест свой вынести, испытания все вынести хотели. Они понимали, что будут испытания. А сейчас люди танцуют, поют, когда на свадьбе. Ах, это свадьба, свадьба пела и плясала. Да? И сказки тоже все. Одно враньё. Там, Алёнушку там достигал, добивался, качей бессмертного замочил. Вот. Всё хорошо, они там уже женятся. А дальше что? Вам рассказывают, да, вот и сказки конец, кто слушал молодец, и стали жить-поживать, добра наживать, и точка, всё. Подробности дальше рассказывают, как Иванушка наехал на Алёнушку, как Алёнушка ему дала по половникам по башке за это. Иванушки сотрясение мозга. Хотя он побежал, конечно, я не смертный. Подробности вы слышали в сказках, нет потом, о жизни? Никто о жизни не рассказывает. Золотая рыбка. Ну, золотая рыбка, это же не про любовь. Почему? Это про старушку. Старик, ты раньше смеёшь, у вас тоже есть. Да. И что получилось? Я стараюсь играть вдвоём. С чем? Женщина, это же для вас сказка, знаете? С чем? Если, допустим, вы квартиру чуть больше хотите, чем мужчина может справиться, ему приходится уже на двух работах работать. Вместо одной. Из-за вашего желания. Что дальше будет? Один раз тут Васька попал в спирт. Ну, и как бы его вытащил хозяин. вот. Но на Ваське спирта много осталось, и он начал выжимать его. И немножко переборщил, и Васька сдох. ничего вам не напоминает. Стоит. Понятно? Мужчина, потому что болеет только в реанимации. Ты его спрашиваешь, ты нормально себя чувствуешь? Он такой, что-то... Нормально. Заметили, да? Обычное, да, дело? Она смотрит, ну, что ты нормально, он уже белый весь. Ладно, женщина, я вам другое сейчас скажу. Вот скажите мне сейчас, мужчины, все затканьте уши сейчас. Не надо это слышать вообще. Женщины, вот когда ваш муж ради вас на работе задолбался, он приходит домой и говорит, я, блин, я что-то устал. Скажите, у вас на душе счастье или тревога? Счастье. Да где он? Классно. Он задолбался. Мужчина говорит, затыкали уши или нет? Да. Представляете, женщины, как опасно это все. Вот это как раз и есть сказка о золотой рыбке. Я на наш лад уже перефразировал. То, что желания женщины, они как река, они не могут остановиться. И есть один метод, мужчинам сейчас рассказываю метод, как помочь. Женщина рождена для счастья, но ее желания не останавливаются. Вот, допустим, мужчина не знает природу женщины, он ей красиво, он копил, 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 копил денег. Хоть раз в жизни куплю очень дорогое украшение. И он купил один раз в жизни очень дорогое украшение. Это было нормальное решение или нет? Да. Женщины скажут в основном нормальная ледяная. Подняйте руку, кому понравилось. Хорошо. Знаете, почему поднимаете руку? Потому что вы не знаете, чем будет дальше. А я вам сейчас скажу. Вы сможем сидеть рядом? Нет? Знаете, что будет дальше? А дальше вы уже на другие украшения не согласитесь. Видите, кивает головой. А он уже ничего не сможет купить, значит. Все. Потому что женщина никогда не может понижать стандарты своего счастья. Вот, допустим, ну, они дома, допустим, живут в маленькой квартире, а в отпуск муж решил сделать побольше. Он снимает большие квартиры, жена привыкла, приехала домой, и дальше что будет. А? Не могу здесь жить. Вынос мозгов будет. Понятно, мужчина? Это мотивация. Че? Мотивация. Че мотивация? Они выносы мозгов. А-а-а. Ну, так это мотивация или вынос мозгов? Мотивация? Да, это может быть мотивация. Если это мотивация, тогда вы ведете себя правильно. И я сейчас к чему вас подвел? К тому, что семейные отношения должны в атмосфере шутки быть. Потому что если вы в шутку говорите «хочу побольше», то это мотивация. А если не в шутку, тогда это вынос мозгов. Потому что у мужчины у него нет защиты от женских желаний. Если он любит, у него щедрость это его сущность, понимаете? Вот у мужчины любое в виде щедрости выражается. Так Бог устроен. И он ради своей жены на все готов. Знаете об этом, женщина? Вот говорит он об этом или нет, он отдает вам свою жизнь, он идет работает ради вас. Вот. И если вы этого не понимаете и Васька сдох, ну немножко выжили побольше, чем она, то это грех мой хороший. Неправильное понимание еще. Поэтому, а если вы в шутку, тогда не будет так сильно переживать, что он приносит денежек не столько, сколько вам хочется. Мужчины, я вам дам один совет. Запомните, женская природа имеет, это божественная природа, ее желания бесконечны, потому что женщина так же, как и вы, душа. А женщина родилась для счастья, поэтому, сколько бы вы ее не сделали, ей всегда больше будет хотеться. Она никогда не остановится. И поэтому очень важно мужчине, для того, чтобы женщина была счастлива, знать один секрет. И женщина тоже этот секрет понравится. Этот секрет означает вдохновлять женщину на будущее счастье. женщинам всем эти песни очень понравятся. Вот если мужчина на будущее счастье женщину вдохновляет, ей очень приятно, что он старается. Надо чуть погромче по-мужику. Слышно, он? Да. Ты не печалься, ты не прощайся, ждем впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, ждем впереди у нас с тобой. Только мужчине не надо говорить, что конкретно впереди. Потому что у женщины там есть, знаете, такой аппарат, который все фиксирует, знаете? У нее там фиксатор стоит внутри в голове, и она такая зарубки у фиксирует. То есть он сказал 15 августа расписываемся. И он допустим 15 говорит нет, мы 15 еще не расписываемся. ты же сказал. Вот если женщина что-то сказала, у кого фиксируется? Женщина что-то сказала, вот у нас будет вот это допустим, у кого фиксируется? У кого? Да ни у кого не фиксируется. У него не фиксируется, потому что он не доверяет. А у женщины тем более не фиксируется. Он же сказала и сказала. Она как бы не обязана это делать. А мужчина когда сказал у кого должно фиксироваться? У обоих. Мужчине нельзя просто так говорить. Сказал надо делать. Иначе любовь будет разрушена. Поэтому если сказал все впереди у нас с собой это самое лучшее. Потому что ничего не фиксируется. А надежда есть. Это мудро. Плохой Олег Геннадьевич. Женщина это река. Она течет для жизни. А мужчина это берега. Они должны быть скалистые, твердые, не размывающиеся. Потому что река будет что делать? Пытаться расшириться и их размывать. Ей мало счастья все время. Ей надо больше. Течь шире. Если река шире течет, ей это хорошо или нет? Она остановится мелкой. У нее неполноводная будет жизнь. ей надо в тех рамках, которых она течет, научиться быть счастливой. Вот допустим женщина все время больше детей, больше детей. Потом загнулась. Или больше хочу квартиру, больше, а потом там убираться не может, все, грязь, загнулась. Или больше курортов хочу, больше кошечек хочу. в этом раз кошечки ее задолбали. Больше хочу платьев. Я на эти платья смотрю, что с ними делать, сколько платьев, меня тошнит от негатив. Так или нет, женщина? Ну то есть ваши желания, если они не контролируются, то они вашу жизнь начинают тяготить. У меня одной знакомой, она заболела грануломатозом, ну это опухоль лимфатических узлов. А лимфатические узлы находятся на втором психическом слое, они связаны с чувствами человека, с желаниями, с чувствами. И меня жена спросила, говорит, а что такое опухоль лимфатических узлов? Я говорю, это желание очень сильно токсичное, она говорит, а что это может быть? Я говорю, ну может быть вещей много в квартире, там, ну для женщины, вот что, она накопила там слишком много всего, у нее токсины пошли от этого. Она говорит, блин, я пошла к ней домой. Она короче пришла домой к своей подружке, выгребла у ней там кучу вещей, так короче там такая раздала их нищим. Спрашивает, тебе нужна эта вещь или нет? Так говорит, ну я ей не пользуюсь, ну так нужна в сторону. Представляете, через неделю у той начали узлы уменьшаться, мне легче стало, у нее опухоль начала проходить. У суслика знаете, какая проблема, когда он заготавливает зерно на зиму? А? Должен манить? Как? Должен манить? Нет. Растяжение щек, может быть. Перерастяжение щек. Щеки не выдержат нагрузки, они же все в рот свернут. Чик-чик-чик-чик-чик. Вот. Поэтому нужно, чтобы дома был небольшой губозакатывающий механизм. Небольшой, да. Иначе женщине будет плохо жить, она будет несчастной. Она всегда должна хотеть еще. Это ее природа, мечта, чего-то еще хотеть. Она рождена в счастье. Она течет, река течет. Давайте разберемся чисто технически. Допустим, река течет, поворот жизненный, тяжелый период наступил. У мужчины трудности, да, поворот жизненный. Как вы думаете, на повороте река будет мягче течь или тяжелее? Она будет на берега наваливаться? Будет, моя хорошая, да. Вот мужику и так тяжело, а жена ему еще добавит. И надо, если ты женился, ты должен это знать. Надо это понимать, что на повороте жена тебе не помощник, наоборот, она будет выносить мозг, и тебе надо это учитывать в своей жизни. Потому что ты женился, если бы ты был один, было бы легче, а так будет тяжелее. И не надо ее обвинять в том, что она выносит мозг, потому что она река наваливается на повороте на берега, и размывает берег. И так на повороте тяжело. А если наоборот ничего не хочет, все раздает, и желание стимулировать надо, а хочешь это, а хочешь это, а она и не хочет. Ну, значит, у вас святая жена. У меня тоже такая жена. Я привожу подарки домой, она все раздает. Дом лучше у нас того. Ей нравится дарить. подарки, вот она отдает все. Я хочу, чтобы она что-то себе оставила, а она ничего не оставляет. У вас стимул дарить мне увеличился, нет? Подарки. Вы же хотите, чтобы мне подарить, а я тут сам половину все раздаю, остальная жена раздает. дарить. А? Зачем мужчинам тогда жениться? О! Как вас зовут? Женя. Ну-ка возьмите подарю. Она знаете, что сказала? Зачем мужчинам тогда жениться? Я тоже, мне 58 лет, я тоже об этом подумал. Это всю жизнь надо прожить, чтобы это понять. поэтому разумные самые мужчины идут в монастырь. Молодец, поняла. Пусть все по-разумности они все в монастырь идут. Так здесь одни женщины сидят, что про нас сидят. Испугались вы, что искал много знаний, да? Не мужчин. Вы знаете, что женщины контролируют знания для мужчин? Знаете об этом? Вот я допустим, у нас был фестиваль, я объявил всему фестиваль, говорю, а вот эта же лекция будет только для мужчин? Нет, просто нет. Вообще женщинам нельзя заходить. Нельзя, да. Видите, вы побледнели аж. Вас побледнели. Знаете, что потом началось? Они там случайно к двери подходят. Они потом, у меня жена говорит, а где эту лекцию можно взять только для мужчин? Я говорю, не где это, только для мужчин? Она говорит, главное, давай лекцию, короче, что-то. Я говорю, ну, только для мужчин, ну, моя хорошая. Она говорит, у меня женщина достали, говорит, а я что могу сделать, давай лекцию, короче. дуэсс.